всем привет на канале удачи мы сегодня мы с вами продолжаем тему начатую мной несколько дней назад по вот этому происшествию в городе манхайм где радикальный исламист нелегальный скажем так беженец из афганистана зарезал полицейского и ранил еще шесть человек полицейский воскресенье умер от ран в больнице не приходя в сознание он лежал в реанимации он был введен в в искусственную в состоянии искусственной комы врачи боролись за его жизнь но к сожалению уже утром воскресенье вернее вечером в субботу они констатировали смерть головного мозга и еще сутки они боролись за него чтобы полицейского привести более-менее нормальное состояние но к сожалению человек умер ему было 29 лет он защищал людей от этого террориста воскресенье в манхайме проходили на этой же площади на городской площади различные демонстрации против засилья ислама против засилья вот этого радикального ислама в нашей стране в германии и были демонстрации в поддержку вот это вот политика естественно там появились антифашисты контора такая называется антифа они выступали и против тех и против этих мотивируя тем что если бы наши политики были более лояльны ко всем мигрантам то такого бы не произошло но это типа как анархисты главное чтобы был везде бардак но нам чтобы было хорошо в общем по вот этому случаю по вот этому преступлению и по кончине полицейского сразу же выступили и федеральный канцлер и министры и управление федеральной полиции все сходятся во мнении о том что нужно политику вот этой вот миграции миграционного вопроса всех вот этих вот тонкостей ужесточать до такой степени чтобы криминальных элементов пускай даже не сделали хоть какие-то маленькие правонарушения выгонять выдворять из страны потому что таким среди нормальных людей не место и был один из профсоюза полиции человек он выступал перед прессы перед журналистами и он сказал что мы будем добиваться от нашего правительства такого положения в стране что нелегальные мигранты будут выселяться и выдворяться даже в те страны откуда они сбежали даже в те страны которые не считаются умеренно спокойными то есть если допустим в сирии идет война и этот сириец здесь или кого-то изнасиловал или кого-то порезал его будут вышвыривать обратно в сирию или если с афганистана вот как вот этот вот ушлепок убийца убил человека и покалечил еще шестерых его будут отправлять в афганистан но с ним возникает некоторое затруднение и за эти затруднения схватятся с удовольствием его адвокат у него жена и двое детей двое малых детей естественно адвокат зацепится за то что вы перед прокурором выбить у прокурора и у судей и слезу и чувство жалости к этому человеку мол молодой неопытный еще не адаптированный в немецкую среду заметьте он уже 10 лет здесь живет мол типа надо его оставить здесь дать ему второй шанс на исправление ведь дают же преступникам второй шанс на исправление до дают но не таким убийцам как вот этот вот он чисто маньяк по-другому его не назовешь и таким людям среди нормальных граждан абсолютно нет никакого места таких нужно выдворять и в следующий раз сейчас у меня просто не подготовлено вот эти вот цифры официальные цифры по мигрантам по нелегальным мигрантам по тем которых должны выгнать из страны но по тем или иным причинам они до сих пор здесь сидят я еще эти цифры не собрал официальные цифры не те которые я вам говорил в одном из моих предыдущих видео по статистике приведенной для всеобщего обозрения я соберу эти цифры именно с полицейских порталов именно с базы данных полиции и тогда вам расскажу уже правду сколько здесь живет нелегальных мигрантов кого выдворили за последний год кого оставили и по каким причинам потому что сама обстановка среди населения действительно накаляется до такой степени что люди не то что не боятся выходить на улицу нет просто многие высказывают мнение о том что наше правительство должно сделать послабление населению в плане покупки травматического оружия для собственной защиты не огнестрельного а травматического газовые пистолет это газовые пистолеты на них нужно получить разрешение от психологи и социальной службы газовый баллончик он как бы не запрещен но и если полиция найдет у вас кармане или допустим в машине можете заплатить штраф так вот даже полицейский профсоюз будет добиваться того чтобы простым гражданам разрешили если уж не всем иметь травматическое оружие допустим на случай не знаю нападение на улице но хотя бы газовые баллоны чтобы у людей были на на случай самозащиты скажем так страшно действительно страшно становится на улице ходить потому что когда вокруг тебя бегают такие вот ушлепки радикальные исламисты и которых в интернете кстати поддерживают какие-то сердобольные недалекого ума людишки говоря то что мы здесь живя не понимаем в каких трудностях прожили вот эти вот афганцы сирийцы и тому подобное приехав сюда они увидели какая здесь красота у них крыши еще сильнее поехали поехала и они начали насиловать людей начали убивать людей их нужно понимать их понимать не нужно их нужно выдворять их нужно депортировать в общем следите за обновлениями у нас на канале я постараюсь как я уже пообещал собрать достоверную статистику полную статистику за последний год по мигрантам по нелегалам кто здесь как живет на каких правах таким путем сюда попал скольких за год уже выдворили и кто стоит на очереди ну и конечно же не забывайте о культурном корректном вежливом общении друг с другом о своих нормальных комментариях о подписке нажать на колокольчик и всем удачи пока